Зараз еду домой, додому и ковалок дороги от местовощи Конт и до Нового Сончу. Вот таки кусок там будет 10 килограмм. И ось хочу, что я увидел тут такая добрая дороги, немало никаких проблем. Усё файно. Уздох ехать буду всё час. Раки Дунайцы. Тут наши как раз участники турнира ездили сплавляться там вверх по речце по белому. То есть не по белому, а по этому Дунайцу. Тут такие. Я ж когда-то не поехал, бы поехал до Кракова. Но может ешек или нибудь в пуде Момонта, можно будет посплавляться тут по гороце. Вот такая она ест. Тут она не шибкая, повольная там в горах. То на вот ест пороги. А тут не, бачите, кольки байдарочки разорозные, там еще и шось такое. Ест камень, конечно. Она разливается занадто сильно. И всё час по левому березе я буду ехать до Нового Сонча. И за той час хочу поразмовлять. А вы пока поглядите. Это я. Краебразы польские военные вельми добрые, такие пеникные. Это самый поздень в Польске. Тут недалеко. Зараз я знаю, знаходжусь, может быть километров только 10-15 от Словацкой границы. От великого парку. Пенинский парк Народовый. Ну и далее. Зараз я еду на полночь, потом на уход. Полночный уход до Нового Сонча. Всё. Сейчас вздох этой речки. Раки. Ну и хочу поразмовлять. Ещё пока рассказать про Польску. Потому, что я живу на самой-самой границе от меня. Моего дома до Польской. Один километр. Тамо я ведаю Польску. Никепска. Колисти не было никаких виз. Але 15 годов назад. И через трошки меньше. Польска вошла в состава евро-звяза. И всё. Нам порабили визы. И зарастая виза каштой 60 евро. Так что зарабили Кепска. То занадто, то всё зарабили Кепска. Ну что зарабишь? Бачите, какая у нас политика. Кап. На дворот. Зникли границы. Таких поставили. Ещё и визы. Каштують немало. Но я сподзеюся, пройдут кали-небудь часы. И никаких виз у нас не будем. А что я хочу трошки повспоминать? Тые былые часы. Ну за советские часы. Тогда граница была целый час. Тогда не пускали в Европу. Там было, там было тяжко. Там было вельми Кепска. Але с этой перестройкой там проблем меньше стало. И по по простому паспорту мы могли без визы выездить до Польски. Тогда, когда была уже мирная революция, солидарность отбылась в Польске. И пошёлся по трошке, по трошке подъёма экономики. И что у нас особливо текавая, я пометаю. Почалась бурная-бурная торговля с поляками. Тут на границе не было. Открылась дужа таких шесть граничных пироходов. И всё. Тут стояли колейки. Великая частина белорусы начала торговля с Польшей. Польша тогда была уже на подъёме. Пошла приватная господарка. Там всё было в основном приватное. А тут ещё пошло в виробництво приватное. Я помню, как начали робить меблю. Тогда как раз я будавался. Это было довольно давно. 30 годов. Ну, 25 годов как раз будавался. 20 годов тому как раз ездили, куповали меблю. Но она была, конечно, кепской якости. Бо тады валили вал. А ведь за того, что у нас рынок был не насыщенный тым товаром. А поляки почали усё гэта со свойственной им такой энергией заниматься производством. У всякого рода мебли. Там у сего такого, что треба. Ширпа треба, конечно. И шматя разная. Пошла бурная-бурная торговля. Открылась амытня. И почали наши ездить. Куповать эту меблю. Возили. Возили. Это я доброе помятаю. Просто возили каждый день. И тут насытили рынок Беларуси. А потом всё это возили. Эту меблю. Там диваны. Шафы разные. Это яко листья. Вот. Стенки их называли. Для зала, для хат. Всё возили. Починали возить у России. Был просто ажиотаж. Такая была торговля. Люди добро-добро тогда заработали. Потом поехали яблоки. Ябка польская. Вельми много. Вот. Родила яблок. Ну, хай бы так. Выращивали яблок. Много-много. Миллионы, можно сказать. Ой, тут такая люди. Почали начепами, прицепами возить ты яблоки. Так само в основном в России. Колейки стояли. Все почали рубить тады причепы до машин. Брали по 2-3 тонны на маленькую стояли. Папросту колейки. И так само до уезда в Польшу стояли колейки. Дуже-дуже. Некоторые часы то на целую добы стояли. Километровые колейки. Але люди стояли. Пакидали яну ту всю работу. Якая ничего не давала. Пауцекали с гэтых колхозов основным. Там тут такая... Ну, все упадло одразу. Никто не хотел працевать в гэтых колхозах за копейки. Пачали ездить и торговать. И некольки годов была просто тут клондайк на границе свой. Потом пошли спирт, сигареты, так само контрабанда, контрабас. И начался тоже ажиотаж такой. Такий. И он так само продолжился пару годов. Люди вельми-вельми над этим заробили. Никепские гроши. Усех торговали. Попросту торговали. Туда и сюда. Туда и сюда. Но основным ушло все туда. А с поворотом люди куповали мебель, строительство. Будовничие материалы разные там. Посуд разный. Шматье. И очень-очень везли харчевание. Всякие киобасы, сало. Ну, все из харчевания. Ринки были развитые на границе. Что только там не было. Одразу открылось полно-полно приватных магазинов, склепов. Хандлёвых таких. Вот. И навать тут такая за 30-50 км от границы. В Бялый подлясце. Со стороны Влада и т.д. до Люблина. И по всей границе Беларуси процветала вот эта торговля. Потому никто ничего не хотел. Нас не куповали. Ехали в Польску. И там куповали все это харчевание. Бо оно было вельмитание. Пошел как раз подъем сельской господарки. Бо она была приватная. Было много-много таких раздробленных господарок по всей Польске. И они стягали сюда до границы все свой товар основным. Потому что тогда у беларусов, у российцев было достатково гроши. Попросту было достатково. И как раз цена нафты у России великое. Там были некепские гроши. И они сюда везли. Поближе всякие ганцы скупавливали эти товары. Грузили на фуры. На что только не грузили. Все это шло в бездонную бочку. Это в Россию. Тому вось тая транзитная наша сторона добра на этом зарабляла. И почали будаваться так само. Домы ближе Бреста. Вось. А те халупы, які там стояли уздолж украинской границы, на Палесе. Попросту там все хило-хило. Ничего там не робилось. Там уже люди, які жили, потиху старели. Сядзели только на эмириты. Эмиритов живут. Пенсионеры. А молодь уся поехала торговать. И зарабленные гроши они почали будавать с дамы. Но все ближе городов великих. Там Бреста. Нехай малорыта почала подниматься. Каменец. Там Жабинка. Кобры. Ну и дали наводь и Иванова, и Ивацевича. Бо от Туль так само дуже-дуже ехало людей. Наводь за сто-двести километров до границы люди ехали сюда. В Польску. До нас. И они тут наводь даймали. Дамы. Это я все добро памятаю. Тарались, затарывались, химичили, возили. Тут таки был рух. А лес гэтами пришла до нас великая вода. Это срач. Самый был страшный срач. Гэтая сметься. Люди ехали табунами воздушь дорог. Тут у лес все и заваленный был сметься. там разными коробами, ботельками, пластиком. Все это попросту выкидали. Бо вал той валил. Я вспомню та я с жахом те часы. Что робилося в лесе. Так все засрали. Так все было забруджено. Это был полный кошмар. Некие там коральные не помогали. Тогда и довольно сильная была коррупция. Там это я менты. Там их куповали. Нема проблем. Все гроши. Кругом гроши. Это я менты. То наворылися. Многих их полапали. И дужа-дужа так само полапали. Мытников там пересадили, мабуть, 80% у всех мытников по таможне. была такая сумасшедшая коррупция. Но они зарабляли так само бешеные просто гроши. И будовали в Бресте. Купляли квартиры, кватеры. Будовали дамы. Конечно не на себе. Не на себе, а на подставных разных людей там. Родственников, родимых. То на жен. То на маток. На родичей разных там. Такие коррупционные схемы. И начались чистки. Я помню добрые какие были тут чистки. Бывали такое, что только здесь какая есть облава на границе. Казали так и не раз. Тут и мытники в окна выкидали гроши. Каб только их не слапали. Али многих полапали. Там подняли всякие махинации их. Крутили, раскручивали и все. Вся та лавочка с часом зачинилась. И зараз вот и мытники. И никто навать не хочет идти. А менты усе не проедешь. Усе брали на лапу. Это брали страшенными темпами. Тут люди десятки сотни тысяч доляров заробили у этой менты разные. Все это люди ведали колести. Ну как ведали? Ведали, что все на лапу брали. Такое творилось тут. Как и усе. Как и по усе в Беларуси, по всей границе. И у нас, и в Украине, и в Литве. Это все было ведомо всем. Ну, докладно то не оно. А куда? А просто так никто это не робил. Эти цепочки с этим спиртом, с этими цигарками, цигаретами. И они ввалили сюда страшенный вал. С Украины здесь все везли. Про с границы. Тогда не было никаких кордонов из Украины. Там вот так. Вот по среднам. И валили огромное, огромное, просто великая колькость этой контрабанды. Все это ведали. Все здесь и там сплачивалось. Али потом и то я, Лукашенко, вось, кажется, накрылось оно медным тазом. Потому что уже торговля досягнула миллиардов долларов. Ну, ясно, что эта торговля лупанула по Беларуси. Потому что великие гроши в основном. Там же кому треба было наши деревяшки, деревянные рубли. Была какая страшенная девальвация. На миллионы процентов от сотков девальвировалась за те часы. Белорусская валюта. Самая девальвированная во всей Европе. Это всем ведомо. Кольки раз тут была у нас деноминация. О, недавно, пару годов назад. Мы еще были у семи миллионерами. И один к десяти тысячам. Десять тысяч. Колисти зарашний рубль, колисти будет десять тысяч рублевым. Стерли, штырынули и все. Али зараш-то инфляция вроде стоит на месте уже кольки часов. Граница замкненто. Наглухо. И все. Торговли ниякой. Колеек так само нияких. Пёрли дужа были и ропы. Бензин, солярка везли. Там сигареты. Я помню. Все было тут. А полно-полно. Колейки стояли. Бруда сметься. Бардаков было. Навыть забойств было немало тут. Зарова все. Граница замкненто. Никого нема. Калиек нема. Кали-никали. И тут может ускочить какие-нибудь свята. Альбо росейцы едут на вакации. Но тогда может собраться на пару годин колейка. А так не. Бо раз нема ниякой торговли, ничего нельзя. Нельзя провести с польски до нас и от нас до польски. Просто ничего. Вот так. Тогда люди перестали ездить. А с чего ездить? За визу отдай 60 евро. На два тыгодни отдай 35 евро страховка. И еще бензин туда-сюда. Чего ехать? Зъездишь на два тыгодни. Там или чего? Отдашь твои гроши. Что оттуда привезешь? Ничего. Або ничего. Нельзя. Тому едусь только те, кому треба дзвести там далеко. Може в какие дародзины. Дародзины какой-нибудь съездить. Тому на границе пустота. Отгрохотали здоровенную мытню. А просто увалили миллионы доляров. Возили тады. Я памятаю. Того песку. Засыпали шесть и восьми метров. Грунта целых два роги. Зарубили, правда, дороги. Откультые гроши. Казали, мол, эта гроша я развяз дал, как мыть не побудовали. Ну, докладно я не ведаю. Может и так. А казали, что нет. Это все с бюджету Беларуси. Возь то тут повыпрошивали дороги. Знесли горки. Этой песок все засыпали шести восьми метровым слоем. Как взбудовать мытню. Туда покопали аж целые озера. Одно, два, три озера есть. Знесли кольки горок таких великих. Усё перевезли. Шо тут рабилась. Такая будовництва было той мытни. И все. И на воштайону. Купа пасов. Казали, шо тут пользують. У нас фуры. Буде великий рух. Ничего это не сталося. Старый мост. Еще сбудованный. Здесь. Каля пятидесяти годов тому бетонный. Зараз докладно скажу. Каля. Его почали будовать в шестьдесят сьомом годе. О. Шестьдесят сьомом годе. Ну так. Лиште колки. Пятьдесят два годы тому назад было этого моста будовництва. Ну и оно. И он то ему стоял законцервованный. Потому что никакого руха у все советские часы по йому не было. Его зробили только для того мол. На случай там войны зробили переправы по дну западного буга. Заходного буга. И той мост стоял. Ну и он эксплуатывался по трошки, по трошки. Руйновался. Ржавели, арматура там все. И зараз он на таким плачевном стане. Он вонский, узкий. Только одна машина. Такая большая, великая может проехать. А не рассчитан то и мость на фуры. Бо як пошли бы фуры по сорок пятьдесят тонн, то и он бы провалился и упал на. Хочай сего. Он и он там был таким аварийным станем. Али маленькие машинки шли, бусы шли. Такое все легкое. Что и ходит. Ниаких фур сюда не пустили. А таможне отбукали, як будь там там забиралися фуры пускать. С польской стороны дорожки гузенькие. И ка пошли по им фуры, то этим дорогам была б одразу хана. Их треба было расширать. Зарабить широкими. Але ничего того не сталося. Мост, як казали, шо разбудуем, так на паперы, на словах и засталось все. Ничего не изменилось. Кольки годов назад казали, трошки шось там подшамали, подмалевали. Дзенедзе дырки гэтая джуры залатали на йому. И все. Знов он стоит. Сказали, закрыть. Знов грошы нема. Паньство бедное. Альбо не дае евразвязь на будовы гэта моста. Короче, коротко, полный бардак. Все. На этом все скончалось. И глядзячи на польскую, глядзите на бардак с нашей стороны, с гэтой мытней. Адраз думаешь, вось и разница, якая рожница. Як зараз тут все побудовали. И што у нас засталось с частых советских часов. Ну так. Там Бреста будуецца кругом. Галя Бреста усе. Все съезжается в Брест. Там панельки ставлять. Галя, для чего ее лепять. Я попросту дзиву даюся. На во что? У Бреста гэтая панельки. И все рвутся в те панельки. сумасшедшие гроши. А село валится. Нема там никого. Все перетекают. Это неправильно. где такое будовництво? Вы знайдите где-нибудь у Польскина? Вот не. Никто не будуе по дванадцать шторнадцать пентров вот, по верхову таких, по верхову дамы. На во что? На во что такое будовництво в одной месте? Як будто тут есть какая-нибудь промысловость. Ни какой промысловости у Бреста нема. Усе заводы, которые были при советах, они все сгинули. Все их нема. Бэмс электромеханичный завод. Коли все там працавало пятнадцать тысяч людей. Нема там никого. Усе тоя стоит пустая. Электроламповый завод. Можа 10% его працует. Кому заратые накальные лампы? Треба робить вось. Новые светодиодные лампы. Все это производство треба, чтобы было сучасное. А я новое. Старое. Абсталевание все. С укладывается. Ковровый комбинат. Я зараз. Так само. Кому зарат потребны эти ковры? А уся центральная частка заводского района Брест. Все завалено этими заводами. Которые колись ци працавали. И усе и Брест працавал. За это сюда стягались люди. А зарат на во что это все стягаться в Брест. Кому будуются эти дамы? И люди сядут сядут без работы. Все треба было. Треба, треба и треба. Коек приехал в любые места, в любое село. Дзе бы ты не приехал в Беларусь. Альбо еще. Усюды была работа. Вот тебе с руками и с ногами. Адразу тебе молодые. Обшагу давали. Вось. А незадолго мог и к квартиру. Задарма. Парвил пару годов. Такое было. Зараз ничего этого не мог. Только за гроши. И за вельми великие гроши. Вось так. Дзе кхим завод калисти працавал. Ничего там не мог. Далей. Вось электроламп ковровый. Там еще завод. Бут материалов завод. Ну как же там дыхая по трохе. Сельх это самое сельхах господарчих машин не мог. Мясо мол машин. Ну ничего там такого не роблять. Гот так есть. Запцацки. Гефест правда. Яшы працое. Газовые этые плиты. Электричные плиты роблять там. То яшы дыхая. А с семясят восемясят адсоткав. Усех предприемц. Лясь. Ну попросту ях дняма. Згинули в бересте. В бересте. И все. А людей стало у два разы за 30 годов больше. И они сидят у себя без работы. Почалось якийсь бизнес. Там купи продай. В творчосте як такой нема. Ну и одразу ударила по людям. Бо треба было робить. Калисто казали. Вось модернизацию. Треба было с другого боку пачинать. А не триматься за советикос. За это все что устарело. Потому что свет пошел великими кроками уперед. И вось глядите на польску. И она так само шагнула добро добро уперед. Сюда пошли великие инвестиции. И зараз я только могу указать. ВВП польский один триллион двести миллиардов доляров. А Беларуси двести миллиардов всего. То есть в шесть разов ВВП польский больше ниж Беларуси. В Беларуси девять и полмиллиона человек. А тут сорок миллионов. То есть в шесть разов людей больше. А ли в шесть разов больше ВВП. Вот так. И так такие справы. И зараз польска развеется развеется дуже. Я на шесть до восьми от сотков темпы вось производства зараз о польске. А у нас полпроцента один добрый один от соток будет. Вот такие справы. Зараз с подарками у нас и тут. Тому тут работы моря кажуть два миллионы есть свободных рабочих местов у польски. Тому наша молодь зараз поехала сюда валом. Попросту валом. Утекает врачи у врачи у зараз я ведаю колики там докторы розные. Утекает персонал утикают мозги у польску. Молодые люди которые могли бы тут заставаться нема работы. Так само рабочие прозные будовництво будовники кировцы вот вот такие форы по Беларуси поутекало туда в Польше. У моей все которые работали за мной на этих форах на дальнобое так само поутекали туда в польску. Мало-мало тут трошки поробить вроде опыта набираться и все и он там уже они в основном литовские и польские на дальнобое они там поробили бизнес гоняются по всей Европе скрозь не треба никаких границ на во что тут сядеть и денервоваться нервы трепать ездить на Москву или на Россию с теми мытнями с теми поборами и всеми этими проблемами бандитами реки там как за Урал заедешь там полно еще или по цивилизованной Европе по добрым дорогам а не скакать по колдобинам мерзнуть как собака и вечно тебе эти менты будут только брыть там полицейские российцы не убирать 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 можно зарубить 1000 евро нельзя можно только украсть альбо ты великий чиновник сядешь 10 там каля корыто там ты можешь иметь такие гроши и они они сразу заживут и одразу их будет работа дурни чертовые кому вы потребны российцам смешно российцам свои люди не потребны российцы их а вы ой 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 нема головы в этой дурню еще тут есть разные жеки берастейские жека брестки пишут мне тут ой скардица еще что не хочет печеньки заходные лыгать а печеньки тульские праники с радостью мабуть я таких балбесов полно по всей Беларуси ну шо ж зробишь может я вам выбрать дай боже с часом добренько этот ролик пока я скончу кавалочек проехал новый сон ну и далее буду вам показывать друге